Итак, поговорим о ресурсах в Android Первое, о чем хочется сказать, что все ресурсы имеют идентификаторы Поэтому мы вот здесь сейчас переключимся со вкладки Android на вкладку Project Зайдем в app-biled-generated-res Что вам надо? rjava Generated это точно В dios build взялся, но нет билда rs А я вам сказал, что вы перейдите на вкладку А вот source, слепой называется Вот source, r, debug Debug Наше имя проекта Вот org 80-step-liner И вот тут есть файлик r Давайте мы его откроем и посмотрим на него Помните, мы давали вьюшкам идентификаторы, да? Собственно, все идентификаторы, которые мы даем автоматически прописываются вот в этот файлик в виде public static final int И даются нашим вьюшкам То есть все-все-все id-шники, которые мы будем писать, будут добавляться вот сюда Понятно? Да Каждый описанный ресурс Ресурсы описываются в папке res Ну, мы переключим сейчас в обычный вид, так сказать Потому что здесь что-то найти достаточно сложно, правда? В таком представлении, когда нам видны все папки и все файлы Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, как это происходит То есть, когда вы пишете там какой-то id-шник, он присваивается вот здесь вот в виде константы И именно поэтому, если вы обратили внимание, мы пишем r.id, да? То есть, если я сейчас пролистаю наверх Можно листать долго То мы видим тот самый public final class r В нем, вы видите, есть public class attr, public class bool, color, demand, drawable и id Вот, собственно говоря, они наши id-шники, которые мы даем Вот он Public static final class id Вот здесь будут храниться все идентификаторы И так далее То есть, каждая группа отвечает определенной группе ресурсов Понятна концепция? Я сворачиваю, сворачиваю, но как-то все равно их много Четырятых тысяч Да Ну, нас не тысячи интересуют Нас интересуют непосредственно вот эти сами имена Так сказать Стайлэбл с анонжиром Давайте поговорим о них чуть подробнее Я вернусь в режим просмотра Android И вы видите, здесь есть папка res, да? Да Для каждого типа ресурсов предусмотрен отдельный каталог Стоит различать, здесь немножко будет отличаться список Потому что кроме типов ресурсов есть такие вещи, как id-шник А id-шник не является xml-файлом Например Давайте рассмотрим те папки, которые у нас уже здесь есть Что такое layout? Layout вы уже знаете, да? То есть это ресурсы, описывающие интерфейс пользователя, да? То есть это наши ресурсы разметки Соответственно, описываются с помощью xml-файла Drawable Исходя из предыдущих уроков, мы с вами рассматривали там image button, помните? Куда мы ложили картинки? В drawable То есть drawable это все, что можно изобразить Это могут быть как и xml-описания, векторные графики, так и растровые картинки Понятно? Да Хорошо Потом, minmap Minmap Это тоже картинки Которые обычно описывают Различные разрешения для файлов иконок чаще всего Видите? Различная иконка лаунчера xml-версия Ну, здесь вот она же Скругленная версия И полностью Заготовка Для нее То есть одна и та же картинка Выполняющая роль иконки в куче разных разрешений Обычно Здесь как раз располагается иконка самого приложения Values Что такое values? Стиль Это не стиль Это значение Это значение Здесь у нас, как видите, есть три файлика То есть цвета, строки и стили До стилей мы еще дойдем Стиль мы будем рассматривать отдельно Пока мы поговорим о цветах То есть это просто константы цветов Отписываются, видите, с помощью тега Color Color Имя цвета Значение цвета Это очень удобно, потому что Вы здесь описываете один пакет цветов А далее вы его используете везде, где вам это только нужно Я думаю, это понятно, да? То же самое касается строк То есть вы видите, можно описать здесь набор строк Например, вот у нас имя нашего приложения Лайнер Хочу поменять, меняю, все замечательно Понятно? Ну и стайлс Здесь, то есть, описание в качестве чего, что применять То есть описание темы нашего приложения Видите, вот используются как раз цвета и спорта Вот откуда берутся вот эта собака Color А, теперь я вам рассказываю Значит, смотрите вот эту вещь Собака Color Что это значит? Что мы ссылаемся на цвет, да? Оно понимает, что нам нужно зайти в values colors И найти color, который имеет такой name Каким образом она понимает? А это стандартная директива Там же и colors написано Это предопределенные имена Леонида Ее так принято называть И здесь видите, используются именно color теги То есть, когда мы пишем именно собака color Это значит, что мы берем теги color из файлов colors.xml А зачем она тут переписывается? Стайлс здесь может быть гораздо больше Там описываются именно цвета А здесь описываются цвета для конкретных элементов Здесь могут быть не только цвета Здесь могут использоваться shape и так далее Но я говорю, до этого мы дойдем Это отдельная у нас тема будет Когда мы будем говорить о графике, мы заодно будем говорить и о оформлении приложения Поэтому пока что мы вот этим файлом не заморачиваемся Можете просто поменять цвета, если хотите Но потом сюда мы еще вернемся Здесь просто набор строк К ним тоже можно получить доступ Извне Также, это не все каталоги, которые здесь могут быть Здесь может быть Так Директория Которая называется Аниматор Ну, почти аниматор, да? Аниматор В этом каталоге описываются XML анимации различных свойств элементов Она сама добавляется, если мы подгружаем анимацию Да Далее Есть папка аним 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 Не аним Аним В папке аним хранятся файлы твин анимаций Что такое твин анимация, мы сейчас с вами будем разговаривать Дальше Аниматор Предлагает сразу Создать По примеру XML В XML Угадайте что хранится XML файлы Абсолютно верно Аниматор Еще В принципе, может быть здесь файл Меню Но Обычно нам не нужно так Android ресурс Директор Меню Здесь храняются файлы описания меню приложения XML меню В принципе, это базовый набор каталогов Для ресурсов В зависимости от типа ресурсов Айдишников Информация о них будет доступна через rjava Обратите внимание, что Ресурсы типа cover Так, а где я его делал? Я подкрывался в другую кучку всякого Не будем говорить чего Я думаю, вы сами поняли Теперь называется Попробуй найди то, что надо Закрыл я файлик от java Но если вы видели, там класс для каждого типа ресурсов был То есть для Строк был, то есть rstring Для цветов был r.color Для стилей r.style Для анимации r.anim Для атрибутов r.ttr И так далее То есть Давайте мы зайдем вот здесь И посмотрим, какие они есть Мы пишем r. Можно нажать ctrl пробел И увидите Айдишники Анимации Аниматоры Атрибуты Булевые значения Цвета Димен Что такое димен? Димен это Файлы Размеров Обычно Его хранят Соответственно В файле В папке values Об этом мы сейчас еще поговорим И Собственно говоря Используют в самом приложении Драйвейбл Понятно Рисуемые Целые числа Лайоты Минмапы Строки Стили Стайлейбл Не помню что это такое Честно говоря То есть все наши ресурсы То есть все наши ресурсы Выносятся в эту константу r Которая доступна для использования Вы даже видите Мы используем r Layout ActivityMain Так Тут вопросы есть То есть доступ из Java кода Осуществляется с помощью Константы r Сейчас разберем еще подробнее о хахах Как ссылка Еще раз Как ссылка Ну Не совсем Это все айдерники Ресурсов Их еще нужно получить Сейчас я расскажу Как я же говорю Не торопитесь Ну так вот А если же мы хотим использовать Одни ресурсы Ресурсы в других Например Я вот хочу в разметке Использовать какой-то цвет Например я здесь сделаю Тот же самый Button Давайте мы превью откроем Витс у него будет Match парен А height у него будет Допустим 100 db Вот такой кнопкой Я хочу назначить ему фон Я говорю что Android Background У него будет И тут ставлю Собака Тип ресурса Например color Да Слэш И название нашего цвета Например Вот так Прайм 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 Апнейм Вы видите да Давайте создадим свою Здесь строку Ничего сложного в этом нет Нажму Ctrl D И поменяю здесь Например Button Текст А если вот зайти в этот Андроид Color Там же больше цветов Где они описываются Не Ну Понятно Хотя Подписатель на строк На самом деле Это двуяка Если вы будете все строки Сюда выносить Представьте сколько их там будет Я не вспомню Но оно мне подчеркивает Просто рекомендует Это же не ошибка А если делать не через собаку А просто код Не надо его туда писать Это неправильно Подбор цветов Неправильно Цвета должны храниться там То есть мы должны Зачем в style Или в этот В colors Написать Вот этот номер Да И вот видите я сделал тоже Константу Button текст Видите Это как css Ну грубо говоря В чем преимущество Потом вам нужно Изменить цвета приложения То есть я вот например Хочу темный цвет поменять Я скажу что у меня Здесь будет например Решетка 002233 Такой очень темный Теперь перейду сюда И вижу у меня все Что было этим цветом Изменилось Понятная идея? То есть мы как бы Разрабатываем Свою цветовую схему Можно еще и вот этот Поменять заодно Потому что он теперь Не вписывается в этот концепт Опять же Я захожу сюда Я понимаю что это Primary Color Да И вот тут в colors Его меняю Это Primary Color На что-то свое Например 33 66 99 Ну наверное много 33 33 66 Вот такой Совсем темный Теперь соответственно Перехожу сюда И И опять Привью исчезло И вижу Более темный цвет И здесь Понятна концепция? А Да Конечно Сейчас То есть мы видим Что мы редактируем Все фактически В xml файлах А здесь потом В других xml файлах Уже применяем Это дает нам гибкость У настройки Это что касается Пазовой информации о ресурсах Давайте так О доступе к ресурсам из кода Да О доступе к ресурсам из кода Для доступа к ресурсам Из кода Применяется метод Activity Который называется GetResource Он принимает ID ресурса Например RID String О String RID String Хотел сказать Например Там UpName И потом У этого объекта Который получится Можно вызвать метод Например Get String Вот таким Вот образом Не Что это было? Я могу здесь сделать что-то в стиле Toast MakeText This И GangsLong С Скоро Да Допустим мы это скомпилируем и запустим в нашем запускаем запускаем на нашем кастом фоне открываем чтобы мы его сразу увидели происходит компиляция только хотел сказать поставим на паузу пока пройдет компиляция как она уже успела пройти а приложение у нас так и не запустилось вот наше приложение я не вызвал у тоста какой метод кто мне скажет я не слышал вас это шоу шоу не знаю я его все время теряю сколько себя помню у меня манечка постоянно закрывал скальпилировал сразу да 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 закрыв все знакомо но со временем проходит он видим line то есть у нас вывелось имя приложения соответственно у вот этого объекта возвращаем вас с помощью метода get resource есть четыре возможных метода получения то есть я могу написать get resource так это не resource и здесь есть get string во первых get color да даже не четыре больше получается get driveable get dimension получает размеры единицы размеры get driveable получает картинку вернее что-то рисуемое вот так правильнее сказать get font shift ну это тоже отдельная еще история get boolean get dimension я сказал да любой ресурс можно получить вот таким вот образом через get resource точка и соответственно то что мы хотим получить понятна концепция замечательно естественно в метод get что-то передается константа соответствующего ресурса мы уже с вами поговорили о том как пишутся строки да то есть просто дается файл strings.xml делается тех стринг дается ему имя и записывается какая-то строка дальше хочется поговорить о том как делаются файлы размеров вот здесь вот я сделаю новый ну я могу просто по ресурсу проверить на приклад новый android resource файл мы выберем values да это тут должен быть правильно да дима окей здесь мы соответственно будем создавать теги дима дима name например text size value у нас будет там не знаю 16 сп я думаю вы догадываетесь как его применять к нашим элементам то есть я теперь захожу например в activity main и говорю вот здесь вот android а text size и говорю dimm slash text size таким образом я применяю заданный размер шрифта к нашей view теперь я могу его без проблем поменять в одном месте например на 32 и в activity main перейдя я уже вижу что 32 да то есть тоже очень удобно когда у нас размеры соответственно описываются в отдельном файле дальше мы их применяем к нужным местам так сказать константы цветов то есть вернемся еще вот сюда их можно устанавливать либо в полном 16-ти ричном коде как это сделано сейчас либо в 16-ти ричном коде с альфа каналом то есть вот это поддержка прозрачности либо в коротком 16-ти ричном коде из трех знаков тут понятно а тут только стандартные цвета то есть право, сне зеленые то есть нельзя сделать как-то переливание градиент градиент это уже shape это уже отдельная тема ну я же показывал нет? нет я не помню я же вчера буквально показывал сейчас драйвейбл вот мы делали это не похоже на градиент не похоже? а так а так похоже а при чем здесь я вижу что логофим красный и черный да и наоборот черный я вас понял ну ладно то есть делаются вот такие вот shape для этого в которых есть возможности безграничные этот shape можно применить как фон для нашей кнопки той же и так далее можно сделать прямоугольник со скругленными углами для этого вот здесь нужно поменять его тип на rectangle а потом добавить ему corners можно радиусом допустим от текст сайт то есть видимо получился прямоугольник со скругленными углами но об этом мы отдельно будем говорить о том как здесь что писать какие у чего есть свойства а почему это так потому что трансляция ну качество предварительной отрисовки у меня чуть чуть лучше а на телефоне будет еще лучше а ну это для того чтобы ускорить работу студии самой делается качество отрисовки уменьшенное специально а так на чем я стоял ну так вот касательно констант цветов давайте поговорим о том как константу цвета получить из кода это тоже важный момент потому что не так просто как казалось бы на самом деле дело в том что в коде цвета представляются целыми числами и поэтому получение константы цвета делается вот примерно там равняется контекст компакт контекст компакт getCore а сюда передаем вот так вот this и соответственно r точка color точка и название нашего цвета river color accent то есть цвета в получении чуть чуть отличаются да не ну подождите там getResource идет так да здесь контекст компакт здесь специальный класс используется для получения цвета передается контекст откуда мы его получаем грубо говоря и редисник нашего ресурса тут понятно с файлами изображений мы с вами уже чуть-чуть познакомились то есть вот мы уже его закидывали туда да поэтому я хочу сейчас подробнее чуть познакомиться с изображениями и поговорить о таком элементе в общем то в разметке как image view вот у нас есть activity main и мы сюда вставим элемент под названием image view шириной match parent высотой я даже не знаю какой высотой задать ему 200 пускай будет dp большая картина нафиг такую погоду что я про погоду говорю погода да ну так вот здесь мы добавляем атрибут android src и соответственно выбираем drawable a так что чуть а у нас лайнер лает а он у нас какой а у него не указан orientation orientation вертикал я думаю что ж такое почему его нет то есть мы видим наш глазик отобразился но наш глазик можно вставлять сюда по разному да и поэтому у нас есть вот такое вот свойство scale type которое определяет тип размера центр без масштабирования просто выровнять по центру нашей вьюшки потом есть центр crop выровнять по центру и обрезать таким образом чтобы занять максимум пространство понятно концепция наиболее часто используемое кстати значение с обрезкой ну как вам сказать с обрезкой она используется когда вам нужно сделать допустим квадратное изображение чтобы оно было купить квадратное вот такая вот ситуация эээээээээээээээээд дальше Это значение по умолчанию И это использовать максимальный размер, чтобы оно все равно помещалось в этот ImageView Понятно? Чтобы целиком поместилось Тоже один из популярных значений А можно задать дипишками или мышками просто сузить и больше сделать? Это тип масштаба FitCenter, вам не нужно Вы тогда разные ImageView по размерам будете делать В зависимости от типа масштаба FitCenter, это его смасштабировать и поместить в центре Потом есть FitStart FitEnd Понятно, да? Есть еще значение FitXY Растянуть Понятно? То есть вы можете сделать такой размер, как вам нужен Я FitCenter поставлю Масштабировано по центру Вот таким вот образом Можно с нашим ImageView взаимодействовать из нашего кода Каким образом? Так Где у нас походу? Давайте мы получим нашу ImageView Я ему ID-шник назначил? Нет, конечно Да? Используя метод Find Любая ID А ID-шник нужно еще ему назначить Поэтому в ActivityMain я ему назначаю Атрибут ID И назначаю ему ID-шник И V Соответственно В нашем файле кода Здесь R Layout И V R-layout, простите Вот таким вот образом Дальше Мы можем создать ей какую-то картинку Каким образом это можно сделать? Делается все очень просто И V SetImage ImageView я его назвал ImageView SetImage И тут есть возможные варианты Видите? Bitmap То есть вы можете туда передать Bitmap Drawable То есть вы можете сюда сразу передать Drawable Это первый вариант Давайте сделаем так Тогда мы здесь напишем GetResources GetDrawable И туда я передам соответственно R Drawable A Например Ну давайте не A А давайте что-то другое Например Circle А что мне надо Circle? Не хочу я Circle И C-Launcher Благграунд Запускаем построение нашего приложения Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Мы видим, что из кода Фон нашей картинки прекрасно поменялся Но вот такой вариант длинный Поэтому я бы его не писал Если честно Есть вариант покороче У нас есть возможность напрямую из ресурсов Задать ему соответственно имидж Для этого называется SetImageResource И сюда мы просто передаем R Дравейбл Абсолютно верно И выбираем, например, IC-Launcher Багграунд Тот же самый Увидим сейчас, что результат будет абсолютно таким же Код Как по мне даже более читаемый Согласны? Видим эффект получился тот же Что мы еще можем сделать из кода? Мы из кода можем сделать следующее ImageView SetScaleType Здесь сделать ImageView И выбрать тот, который нам нужен Вы видите, все те же самые Которые мы рассматривали там Кстати, я не сказал про Матрикс Матрикс это Знаете, когда картинка повторяется много раз Чтобы заполнить наш элемент Да, это Матрикс называется Но его обычно никто никогда не использует Фактически Это редкость В случае, когда лужна текстура Часто везет на редкость Ну правда? Не, на них текстура Тогда текстура задевать можно Я сделаю FitXY И растяну эту картинку до безобразия Оп, мы видим Она растянута На всю поверхность Так? Тут вопросы есть какие-то? Нет Вопросов нет Это замечательно Кстати, чтобы Ну вдруг у кого-то возникнут вопросы Вдруг вам нужно удалить View Чтобы удалить какую-то View Вызывается метод Remove Remove Опа Вопросов нет Раму в View был метод раньше Он и есть сейчас В основном даже через View обращаться Ну, ту, которая хотите убрать А, то есть вы хотите сказать, что сейчас это выглядит вот так Не-не-не, может быть на лойоте, конечно Сейчас я огляну на крайний случай Remove View Может на лойоте Может я что-то не могу вспомнить Да-да-да На лойоте это можно вызвать Например, Scroll View и так далее Ну, ладно Сейчас, значит, не покажу Потому что у меня лойота здесь нет Так Какие сейчас есть вопросы? Вопросов никаких нету, да? Не, у меня один вопрос Мы ставили вот одну картинку, да? Мы что-то там по центру растягивали Если две ряда поставить, то как у меня будет? Да какая разница Это в пределах одной картинки действует Для каждой отдельно Так, я ставлю пока паузу Хорошо, давайте запись Давайте сразу В разбитке нам нужен LinerLayout у нас есть, да? В нем будет сверху ImageView Мы зададим ему Weight И задам его в единицу То есть это сделает наше View резиновым Потом я сюда добавлю еще один LinerLayout Так, чтобы удобнее было Шириной он будет MyParent Высотой он будет у меня 100DP, например Оп Видим, снизу добавился Element В наш LinerLayout Мы добавим 4 ImageButton Шириной они у нас будут В WrapContent Нет, давайте не в WrapContent Давайте их сделаем 80 на 80DP 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 И здесь 80DP 80DP Вот такие они у нас будут Мы им назначим разные SRC Вот этому LinerLayout Мы назначим, что у него Ориентация будет горизонтальной Orientation Horizontal Так, стоп Там трансляция есть? Да, на этот компьютер Что-то с ним не то Он высыпался Назначим им SRC Ну, глазики я не хочу все делать Это скучно, правда? Давайте мы загрузим пару картиночек Для этого Для этого я здесь Введу IMG Не, не IMG Давайте введем cat Котики? Да, котики меня устраивают Вот такой котик Хищный Сохраним картинку как? По 20 кг Мамуны Тоже из этой комнаты? Компьютер, диск C Пользователи Подабельная катариста Керезов Здесь мы находим Паб Патрон Студио Проджект Проджект У него тут где-то АПП SRC Или не SRC Загрызет вор Если че не Слышал историю Бабулька Я не помню где тут Прыгнулся Проще сделать За шею Где тут Шоуэнэксплорер Лайнер Лайнер АПП SRC Мейн А там раз АПП SRC Мейн А там раз АПП Мейн Дравейбл Ну и в дравейбл Я его сохраню как cat1 Есть Первый котик Ну и специальная дачка Второй котик Шоуэнэксплорер 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 Скоро и сверху он себе дом построит Видите насколько он будет прочный Добрый такой Третий котик Дома которые за 6 часов строят Четвертый котик Ну они такие Танельные Одна стена Слышная На вилочках Я если разбегусь Я могу протаранить Плохо подошел Ну не ладно Есть Мы сохранили 4 кота Соответственно сюда мы добавим Собака drawable Slash cat1 Чет ему плохо Мы добавим ему сразу Scale type Fit center Абсолютно верно Fit center Дальше Мы таких кнопок сделаем 4 Здесь будет cat2 Cat3 И cat4 Мы объявим сразу В наших цветах Константу Color Color Image Color Color Решетка 369 Такой вот синенький цвет будет у нас Соответственно Вернемся в наш Activity main И сразу скажем что первая картинка у нас выбрана Здесь я задам Background Color Ну просто Background Это у нас будет Собака color Слэш Selected image color Вот так Есть Таким образом Мы соответственно Будем Задавать Фоны Для остальных Ну и давайте сделаем Unselected Image Color Для этого тоже В константе Color Unselected Image Color У нас будет Решетка CCC Такой светло-серенький И для остальных Соответственно Я его раскопирую Вот таким вот образом Сделаю здесь Background Color Только здесь Применяю на Unselected Полный Unselected Ну то есть Кто такой У нас стоит Он даже Замерзит Как они будут Вот Хороший Есть А здесь Мы зададим Layout Gravity Центр Horizontal Центр Horizontal Вертикал Получается Вот Центр Вертикал Получается Вот Центр Они должны Были Быть По центру Они должны Были По центру Ладно так это у нас в принципе есть сейчас леонид ну так вот что я хотел сказать займемся глазиком нашим да глазик у нас будет сейчас не глазик теперь а cat1 и мы здесь тоже сделаем scale type и давайте не так не сделаем мы сделаем проще у корневого лайота сделаем тоже background я не буду сейчас обращаться к свету но вы понимаете что по-хорошему это нужно было бы сделать там 113 23 картинки по центру нижней панельки ну на самом деле это нужно сделать немножко подрубки во первых мы картинкам зададим марган так получается я сдавал им 80 по 10 каждый из них да я им ширину хотел бы ну ладно я уже не буду сейчас это делать там дело в том что нельзя задавать четкие значения потому что начнем все равно не получится так как нам хочется это уже ладно им надо по-хорошему позадавать layout вейты было бы или же каждому из них сделать контейнер который будет растягиваться он будет у него по центру находиться нам этого достаточно для того чтобы просто поклацать так сказать давайте просто запустим посмотрим как загрузился интерфейс на устройстве что-то тут не так чувствую я что что-то я здесь не убрал старая атака SRC лайнер лает вроде все так как а я вспомнил я меняю просто значение из кода да в main activity я думаю что что-то не то вспомнил что не то на самом деле вот это не то что мы сделаем мы сейчас назначим айдишники нашим кнопочкам с имиджами да назначим здесь айди ну я их наверное так и промаркирую кет 1 к 2 к 3 зачем вам айди зачем мне айди зачем мне айди леонид взять меня и чтобы обращаться чтобы обращаться к ним чтобы обращаться к ним через айди обращаться а что вы один обработчик позвоните леонид а как вы их сбрасывать будете в смысле сбрасывать 4 цвет им менять в методе который сбрасывает всем кнопкам ну а как он их будет получать по ID правда забавно да действительно ирония да а я думал вы круче сделаете вы же сказали что у меня длинный ну я сейчас сделаю уже лучше стало у вас ну тем не менее ну лучше быть не может можно и соответственно в ImageView у меня ID уже где то есть где она ну айв пускай так и будет перейдем соответственно в MainActivity здесь я пообъявляю полей добавлю здесь ImageView Main Image нехороший там так называть ImageView в этом методе соответственно MainImageView равняется FindViewById ты мне выбил ошибку куда я захотел тебя выключить соответственно R ok ID и V и V приходи ко мне и я подслеживаю Cat1 ImageView ID Cat1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 есть все получили назначим обработчики кодов говорите у меня много кода то же самое получилось то же самое ну ничего страшного у вас было много кода вы же справили так что не надо еще и глобально объявили это не глобально Леонид ну внутри класса глобально внутри класса глобально значит я имею ввиду сравнивая с методом метод я объявляю в классе и что она висит потом все равно внутри класса но так я не написал здесь Cat1u SetOnClick Listener This This Cat2 Cat3 Cat4 здесь соответственно мы сделаем что мы сделаем MainImageView SetImageDrawable соответственно ImageView еще будущий код если у меня отменится он будет Саша и дед дрова его так давайте пока глянем на то что сейчас получилось сейчас получилось 63 строки ну ничего страшного а у меня 37 у вас количество кода стало меньше но качество ну что качество вы сначала говорили что вам много что я сказал что много когда у вас было очень много кода сейчас третий строк вы же лучше а теперь говорите что а говорили то так я это написал причем быстро написать потому что одна вещь по-друге когда ты знакомишься с чем-то новым ты пишешь как можешь потом уже оптимизируешь Леонид так сколько должна меняться картинка говорите я вы понимаете что это не из-за кода так меняется это был бы бред если бы за кода так меняется нет Леонид это не бред ну это не из-за кода серьезно ну вы видите у меня меняется мгновенно у меня тоже один обработчик какая разница то что у меня внутри метода у вас глобально внутри класса да ну из-за этого оно будет так тормозить конечно вы каждый раз ну просто перенеси и посмотри то есть вы видите уже стало меняться теперь давайте сделаем подсвечивание подсвечивание я здесь сделаю метод подсвечивание это еще подсвечивание у нас подсвечивание паблик войд ты хочешь тут вниз просто вот это объявление глобальное красавец смысл только количество строк увеличить ну ты каждый раз станут удивляешься ну зачем да ничего от этого не изменится у меня все таксишки ну ты сишку прошел поэтому что решили сишка была давно но осталось у тебя все это си си плюс плюс у меня осталось даже если си плюс плюс сет бакграунд колор грязи бога прямо такие адаивные господи из этого ты полагать не будешь мы говорим что он будет меньшего ага прямо заметно давай засекаем все засекаем браво не понял а компактур шла подожди 5 давай 3 2 1 3 1 3 секунды да и все а было быстро в смысле 5 3 2 3 2 3 2 3 2 65 теперь меня теперь меня давай а не передал вы так болтаете приятно товарищ 5 3 3 4 5 5 5 и соответственно здесь мы должны сделать здесь мы должны сделать 1 2 3 4 98 понял уберем уберем а ты пусть запустил раньше давай еще давай давай ну так вот и после этого выбрать текущую 3 3 set background color контекст компакт сколько разница какая секунда это 3 6 не секунда а доля секунды и R color R color это тормознуто если так играет на это на C-Sharp это 3 очкова секунда в жизни много напишет я понимаю но на C-Sharp это была бы разница 0,0,0,1 секунду на C-Sharp это была бы разница больше больше нет это тормознуто я не помню такого Леонид вы учитываете что это а эмулятор B вы тут наверно загрузили огромную картинку это херовый пал это хороший эмулятор да В эмулятор это который нормально быстро работает все что нормально быстро не работает это автоматность все как видите все готово тут есть вопросы? нет нет все до сих пор это надо электрон нет это 0,0,0,0 это нет не Продолжение следует...